Что такое Русь? Собственно, перед вами обведено кругом русская возвышенность, так называемая. Русская или Валдайская возвышенность, с которой стекают четыре большие реки, четыре великие реки, если по-русски. Это западная Двина на север и три реки на юг. Это Волга, Днепр, ну Волга и Днепр непосредственно с Валдайской возвышенностью, и с некоторой натяжкой, но все-таки Дон тоже вытекает. Таким образом, одна река течет на север, три реки текут на юг, составая вот такую русскую акваторию четырех рек. И вот эти четыре реки и назывались Русью. Ну, западная Двина – это река, которая впадает в северное или Белое море, часто Балтийское море, но так обобщенно Белое море, и поэтому это Белая Русь. И живут на этой реке кто? Белорусы, естественно, Белой Руси. Волга – это Великая Русь, самая большая из всех. И живут на ней великороссы. Днепр – это Малая Русь, и живут там малороссы. И ни в коем случае не потому, что малороссы, они меньше в каком-то своем значении, чем великороссы. А в том значении, что река, на которой они живут, ну и по карте мы посмотрим, конечно, Днепр значительно в два, в два с половиной раза короче, чем Волга. Поэтому понятно, да, что река меньше, и поэтому это малороссы, живущие на Малой Руси. Ну и, наконец, Черная Русь – это Дон. Черная Русь, текущая через земли Черноземья, и живут на ней чернороссы. Это тоже не потому, что они какие-то черные, а потому что они живут на Черной Руси, а черная она потому, что впадает в Черное море, да, напротив море Белое. Вот и вся история, да, и поэтому живут на Руси. На Руси, опять же по-русски, мы сейчас почему-то забыли все это. Где можно жить в? Если мы говорим в, то имеем в виду уже прилегающую территорию. Например, на Белоруси, имея в виду и реку Белую Русь, но в Белорусии. И добавляем вот это вот «и» и «я» обозначает территорию. И получается на Белоруси, но в Белорусии. Ну и, соответственно, в Малороссии, Великороссии, да, или на Малой Руси, или на Великой Руси, на Черной Руси. Но если мы также с вами вспомним, очень неприятный сейчас болезненный контекст этой темы, но тем не менее это все вот, мы же про Русь говорим, если мы вспомним, что одно из названий Малой Руси или Днепра есть Украина, это одно из названий этой реки, то нам становится понятно, почему по-русски «на Украине». «На Украине», в смысле «на реке Украина», то же, что «на реке Днепр», то же, что «на реке Малая Русь». Вот и все. А если бы «вы», то только нужно добавить «и я», как и с Белоруссией. Мы добавляем «Белоруссия», и тогда «вы». Тогда «на Украине», но «вы Украинеи». Было бы по-русски, да, и не нужно ни с кем спорить, и не нужно ни с кем ругаться. Просто русский язык, который мы тоже, к сожалению, уже очень сильно стали забывать. Ну вот они, четыре великие реки, четыре великие Руси, на которых селились русские люди. И вот они поэтому и русские, русы и русины, что вот живут на великих реках. И в этом смысле, говоря русский, говоря русский, мы с одной стороны имеем в виду светлый, и даже не имея в виду волосы, не все русские русые, а в том смысле, что душой свои светлые, конечно, это же метафора. Хотя и кожа, и волосами в том числе, такой как сам классический образ. Но также, если мы говорим русский, то имеем в виду речной житель. Наши предки жили вдоль рек.